Приветствую всех! Лев на связи из Абхазии. Едем на Рицу, поэтому будет много замечательных в этом видео. Оставайтесь с нами, приятного просмотра. Проехали Бзыбский храм-крепость, и вот решил остановку сделать, увидев такой замечательный мост железный, автомобильная дорога, река Бзыбь. И туда вот дорога идет на Рицу. Некоторое облачное здесь, вот у нас на побережье в Цитрусовом не было таких облаков, но вот чем ближе к горам подъезжали, вот наблюдается такое. Но дождя нет здесь, просто облачно. Надеюсь и не будет. А так вот для, так скажем, многочисленных прогулок по горной местности. Наверное, даже такая погода более предпочтительна. Ну, не так жарко, чем если бы солнце было. Какой-то поселок вижу на той стороне реки. Название, к сожалению, не знаю. Мост основательный. Ну, а под нами река Бзыбь. И такие вот обалденные виды. Отсюда видно вот этот храм. Крепость Бзыбский и колонна из этого камня тоже сделана, она позже, в начале 20 века, насколько я знаю, сделали. Хотели мост делать железнодорожный через реку, но так и это не реализованный проект остался. Первая остановка на Тарзаночке экстремальной. Сейчас будет человек кататься вот через эту реку. 800 рублей стоит. Одевается система и вот с этой вот конструкции к этому тросу над рекой. В общем, я туда, а ветер могло. Ну и обратный путь тоже покажу. Рядышком второй трос проходит. Там тоже конструкция для того, чтобы перепад высот создать. Прокатились. Ну как, впечатления? Отлично. Специально планировали здесь прокатиться. Очень понравилось. Полет называется «Полет Орла». Прямо над речкой. Рыбу видно, медведя на той стороне подталкивают, летишь быстрее. Тебе как? Отлично, очень интересно и даже не страшно, как изначально я думала. Ну супер, все, поехали дальше. Да, даже никто не забоялся. Отлично. Прибыли к Голубому озеру. Очень много Тарзанок по пути встречается. Это поток воды, водопад, как раз из озера вытекает. Народу. Эй, дай эту, блядь. Эй, дай эту, блядь. Дай эту, блядь. Всегда очень много. Дай эту, блядь. Дай эту, блядь. Все оставляем на обратный путь. Ну такие, как «Девичьи слезы», например. Ну, Голубое озеро. Просто удобнее парковаться с этой стороны, когда по пути на Орицу. Легендарная фотография с павлинами. Карстового происхождения озера. И вот здесь достаточно. Такой бурный поток сюда впадает. Можно полазить тут по камням. Вообще, что люди и делают. Есть еще смотровая там наверху. Ну, а если немного подняться по лестницам, то можно увидеть то же самое Голубое озеро, но вот таким. Никакого столпотворения здесь. Просто далеко не все про это место знают. Но я вам ничего не говорил. Водопад. Мужские слезы. Ну, как я и говорил, «Девичьи слезы» мы проехали, оставили на обратный путь. И в Шарский каньон мы тоже не стали останавливаться. Ну, очень много машин там, очень много людей. Парковкой там вопросы были. Решили тоже на обратный путь остановиться, оставить. Ну, а здесь у мужских слезы вполне место было. Так вот он выглядит. Своя есть легенда относительно этого места. Девушка Амра и парень Ахра. С этими именами связано это. Сделали остановку у Чабгарского карниза. Ну, мы ориентируемся, точнее решение принимаем относительно того, есть ли парковка таковая была, поэтому заехали. Ну, народ, как видите, тем не менее, есть. Посмотрим, что тут видно сегодня. Видимость хорошая. Дорога внизу, по которой мы приехали. Юпшарский каньон. Так, пришла моя очередь. С самого главного места, откуда все это можно обозревать. Пейзажи потрясающие здесь. Вообще, эта дорога Норицу, это самая, наверное, живописная дорога. На постсоветском пространстве-то точно. Прибыли на Норицу, это большая Рица, есть еще малая Рица. Ну, по плану у нас сегодня туда подойти. Ну, и вот здесь начинается река Юпшара. Здесь Норица можно посидеть, покушать в кафе прямо на берегу. Мы выбрали столик, как раз в краешку, посмотреть на все эти виды обалденные. Ну, и на катамаранах можно покататься. Стоимость 500 рублей, полчаса с одного человека. Местами вижу снег в горах, буквально в каких-то таких впадинах, трещинах. Снежок есть. Ну, и так вот просто услышали, мимо проходя, что в мае был тут чуть ли не метр высотой снег. Насыпало. Не знаю, правда ли это, кто тут бывал в это время. Покомментируйте. Вижу, рыбки плавают внизу. Вероятнее всего, форель речная. Вот она, большая рица. А внизу тут форель плавает покрупнее. Видимо, прикормили уже у кафешки. Есть тут место одно, где можно к воде подойти. Очень много плавательных съезд. На озере Камарана. Лодки, в том числе, моторные. Проехал со скатерва, с волны. Немного мне кроссовок промахило. Ничего, высохнет быстро, достаточно сохнет здесь. Какие вот виды красивые здесь, пейзажи. Большая рица. Ну, вода прохладненькая. Купание здесь запрещено. В советское время и плавательные средства тоже не допускались. Монетки не разрешалось. Вообще к воде, честно говоря, нельзя было подходить. Но вот правила меняются. Итак, начинаем свое восхождение к Малой Рице. Дорога будет идти вверх. Ну, по описанию, полтора часа должна занять. Ну, из того, что с собой обязательно брать, было указано бутылочку воды. Вот. Чтобы выйти на эту дорогу, нужно, ну, вот, как обычный туристический маршрут до Большой Рицы, доехать и идти, держаться левее, обойти смотровую. Вдоль кафешек, 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 кафешек. И вот по ней мы сейчас и идем. Так, для хроники вышли мы примерно в 13.20. Поднимаемся. Пока все еще асфальт. Местность тут очень напоминает Уральские горы. Целябинскую область, Башкирию. И вот мы тут одни топаем. Здесь уже людей нет. Тишина. Чувствуется здесь прохлада. От леса. И вот очень приятно, очень нужно на день, потому что жаркий. Двигаемся дальше. По достаточно хорошей асфальтированной дороге дошли до двухэтажного здания. Читал про этот маршрут, тоже непонятно было, что это. Вот вижу, тут машины припаркованы. Вот указатель. Экологическая тропа. Малая Рица. Рица Ридж. Начало маршрута с высоты 986 метров. Озеро на высоте 1250. Максимальный подъем 1293. Длина тропы 2,68 километра. Время прохождения 1 час 25 минут. Ну и правило. То, что не мусорить, не разжигать костры, не рвать ничего в растении. Не портить указатели. Придется видеонаблюдение указано. Так, ну в принципе до сюда, как я понимаю, на машине по логике вещей надо доезжать. И дальше пешком. Ну это какое-то техническое сооружение. Что там еще внутри такое. Будка трансформаторная, бывшая, старая. Так, ну и вот тропа уходит. Здесь вот столик есть, привал. Местами видно частично озеро Рица, большую Рицу. Вот так вот между деревьев просматривается. Ну, возможно, возможно, выше когда поднимемся. Будет еще обзор более удобный. Напомню, фотографии я опубликую у себя на страничке ВКонтакте. Ну и пока здесь, в Абхазии, здесь Инстаграм работает. Инстаграм тоже загружаю. Ссылки на соцсети у меня есть на главной странице канала. Так, вот за этим зданием тропинка круто вверх идет. Нам сюда, судя по описанию, начинаем восхождение. Довольно крутая тропинка. Причем вначале люди оставляют, ну, как типа посохов таких. Ну, около альпинштоков нет. Удобнее разгружаете немножко колени. Особенно это актуально при спуске. Вот, а так, ну, хоть сразу привал не делай. Но одно хорошо, что в лесу прохладно очень. Это прям спасение. Потому что если бы тут еще солнце жарило, это было бы очень тяжело. А так, в принципе, тихонько двигаемся. Ну, такой лес здесь. Ну, собственно, я вам скажу, метров сто, может, сто пятьдесят мы прошли и привал. Вот от бревнышка есть такое, оно уже отполировано отдыхающими здесь людьми. Очень много тут хвойных деревьев. И сыпется хвоя, когда очень похож звук на то, как снег падает в холодную погоду. Ну, такой, который крупой или там типа того. Схожий звук. Ну, вот первая стрелка нам повстречавшаяся. Значит, идем верной дорогой, товарищи. Повстречалась еще одна табличка. Ящерки попадаются, вон ползет, вижу. Значит, информация, высота тысяча восемьдесят метров. От начала маршрута триста тридцать метров до конца маршрута два целых тридцать пять сотых километра. Прошли совсем чуть-чуть. То и дело встречаются такие вот поваленные деревья. Рос шемхом. Отсюда его вырвало ветром. С тропы действительно не сбиться, потому что, ну, абсолютно она явная. Люди здесь ходят. Как дела? Как настроение? Отлично. Ну, я очень-очень устала. С небольшими передышками можно, в принципе, дойти, я думаю. Я надеюсь. Конечно, конечно можно. Все еще впереди у нас, мы еще половину не прошли. Давай, держись. Слышно пение птиц. Тропка петляет, сузилась. Крутой подъем сменился достаточно такой ровной местностью, почти без набора высоты. Так что, есть возможность перевести дух. Папоротники растут. Вообще очень живописно. Места красивые. Национальный парк Рицинский. Национальный парк Рицинский. Въезд, который для взрослого 700 рублей, для детей 200 рублей. Это, к слову, я не упомянул в начале. Посмотрите только, какая местность. Папоротники довольно рослые. Главное, абсолютная тишина. Только отдельные голоса птиц доносятся. К слову о наличии воды. Вот уже у меня в бутылке меньше половины осталось. Брал с собой 0,5. Ну, планирую, что как-то идем до ума вариться. Я все-таки думаю, что там вода достаточно чистая, чтобы ее можно было пить. На обратную дорогу там наберу. Цветы, которые я никогда не встречал. То и дело встречаются гигантские деревья. Вот это больше метра в диаметре. Хвойная порода. Так, еще одна табличка. Высота 1170 метров. От начала маршрута 963 метра до конца маршрута 1,65. И тут вот здесь водоемчик какой-то нам повстречался за этими кустами. На часах 14 часов 18 минут. Это для ориентира. Мы час идем. Ну, мы идем черепашьим ходом, поэтому у нас вот такие показатели. Можно и быстрее, конечно. Так, вот, значит, небольшой водоем, который нам повстречался. Ну, это не надо путать, это еще не малая рица, это просто водоем по пути. К нему можно тоже подойти. Вода очень прозрачная. Видно полностью все просматривается до глубины. Тоже весьма симпатичная. Пусть и небольшое. Главное тишина. Тактильно замеряем температуру воды. Ну, да, достаточно холодная. Очень прозрачная. Обогнала нас группа. Не более 10 человек там. Ну, пропустили их вперед, так как они идут с музыкой. Это немножко не наш формат. Мы предпочитаем звукоприводы. Еще одна табличка. Высота 1195 метров. От начала маршрута 1,33 км. До конца маршрута 1,35 км. Ну, короче говоря, половину мы прошли. На часах 14.35 км. Ну, и вот такое вот место здесь. Привал у нас. Снова подъем. Слышу голоса. Нас еще кто-то догоняет. Вот. Ну, а так вот. Мы все в шортах. И я могу сказать, есть такой фактор, как комарики. Особо сидеть и отдыхать они нам не дают. Мы двигаемся вперед. Пейзажи. Все переплетено корнями. Встречаем группу уже, которая возвращается. Ну, так в целом тихо здесь. Ну, вот еще одна табличка нам повстречалась. 1238 метров уже. Ну, и практически ровно километр остается. Цель близка. Еще одна информационная табличка. Надпись Пехтово. Еловый лес. Описание. Удается. Здесь будет видно. Паузу жмите. И вот здесь. Характерными видами ксиотрофных грибов для данной лесной формации являются следующие виды. Ну, и вот тут уже Кавацера, Трутовик, Ижовик, Ишнадерма и так далее. Интересный эффект. Так вот на эту табличку отвлекаешься, а потом поворачиваешься. А тут гора. Вот так идешь. Казалось бы, нашел тот вид, где можно фотографии делать, а идешь немножко дальше. Там еще лучше обзор. Частенько попадаются растения по пути. Чуть позже посмотрю. В индекс.лиса узнаю, что это. Пишу. Как-то так само собой у нас группы объединились. Идем на малую рицу. По ощущениям, где-то он уже близко. Ну вот, я не знаю, у меня когда так иду, иду, иду долго. Какое-то там второе дыхание или там не знаю какое открывается. Уже просто идешь. Причем на хорошей скорости такой. Вперед к цели. Так что дорога на малую рицу это не только вверх, но и вниз временами. И у меня уже вода закончилась. 0,5 брал. Просто нес бутылку в руке. И потихонечку ее пил. Все пусто. Мне кажется, я уже вижу где-то там между деревьями озеро. И посмотрим, так ли это. Места, конечно, сказочные. Купаться в малой рице тоже не разрешается. Вода позрачно охраняется. Да, определенно я вижу воду. Все, это уже спуск идет к воде. Вот и тот торжественный момент. Увидели мы с вами озеро Малая Рица. Тут информация о нем. Глубина 80 метров. Площадь водного зеркала 0,02. Ширина 125 метров. Длина озера 234 метра. Высота над уровнем моря 1235 метров. Купание запрещено. Да, и кстати, для тайминга, для статистики на часах 15 часов 10 минут. Смотрите, какой цвет воды. Смотрите, какой цвет воды. Короткий инструктаж провели по правилам нахождения здесь. Воду из озера можно пить. Даже могут предоставить трубочку для этих целей. Вот это я понимаю, бирюзовая вода. Вот здесь-то я водиться на обратный путь и наберу. Ни одна речка в это озеро не впадает, то есть питается она водой, талой от ледников и какими-то подземными источниками. Так, ну вот с этой точки не видно этого бирюзового цвета, но вот когда сверху смотришь, вполне себе бирюзовая вода. Окрестные леса. Кто-то дрона запустил. Ну, думаю, таких видео на ютюбе уже немало. Озеро Малая Рица с квадрокоптера. Сам по любопутствию по возвращении. Я пока такой техники не имею, поэтому снимаю с точки зрения человека. Углубился тут по тропе немного в сторону. Вот стоянки. Так, как-то буду пролезть. Если не полезу, лучше обойти, наверное. Хочу воды набрать. Вот для этого хотела бы выбрать место несколько отдаленно. Вижу, тут тропа есть. Люди ходят. Мощные. Вот такие тропы. Встречаются грибочки. Тут кто-то, судя по всему, провел ночь, а может и не одну. Застеленная площадочка. Так, ну вот здесь видно вот этот цвет бирюзовый. Дальше я, пожалуй, уже не полезу. Там скалы начинаются. Наберу воды здесь. Тишина и пение птиц. Легкий ветерок. Прохлада приятная. И обалденные пейзажи. Такую характеристику могу дать этому месту. Попробовал водиться на вкус. Ну, на мой взгляд, достаточно мягкая. Не особо холодная, я бы сказал. Даже теплая в каком-то смысле. Вот на фоне озера я видео селфи, так сказать, снимаю. Участники нашей группы созерцают красоты. Кто-то просто спит на бревне, что тоже хорошо. Ну, что могу сказать. Люди тут есть на Малом озере, на Малой Рице. Можно чаек прикупить, наверное, еще что-то. Типа небольшой стоянки здесь живет человек. Он инструктирует правила, какие здесь. Думаю, как-нибудь забраться на этот камень. Там можно, наверное, бревна весьма приличного размера. В котором можно побродить. Ну, видно, тут везде народ лазит. Можно сказать, тропинки между камней протоптаны. Вдоль берега ходят. Ну, там вот уже ограждение сделали. Вроде как нельзя, но кто-то там релаксирует все равно. Так, ладно. Лезем на этот камень. Довольно много лягушек по берегу. Я шел по тропе. То и дело, прыгали в воду. Да, прозрачно. Вон там лягушенцы расслабляются. Ну, наверное, полную тишину здесь застать. Это надо ранним утром. То есть отправляться на Рицу часов в 7 утра и прямиком сюда идти. Тогда есть вероятность увидеть это место без людей. По-другому. когда долго постоишь что-то в воды начинаешь замечать вот там тритончики небольшие плавают про них я читал что в книгу красную занесены то ли гребешковые то ли гребенчатые какой-то такой вид хотелось сюда забраться на это белое-белое бревно не чистое какой тут можно вполне себе полежать отдохнуть хороший только пробираться пришлось вот по вот этому дереву кривому качалась буду немножко релаксировать перед обратной дорогой немного передохнули попили чаю часть 100 рублей черный листовой с местными травами растениями также можно на водочке покататься резиновой за полчаса с человека 300 рублей но это вот из того что спрашивали что есть возможно что-то еще там видел сыр коптился курица тоже на продажу для хронометража статистики 1620 мы правились обратный путь обратный путь вообще говоря это испытание для коленей но это было изначально понятно есть у меня некоторый опыт перемещения по такой местности в частности уральские горы регион права ну что хочу сказать идеале кроссовки конечно чтоб на ногах были вот а в руке бутылочка воды вот собственно все нужно для успешного прохождения этого маршрута ну идти достаточно аккуратно потому что мелкие камушки бывают создают эффект качения здесь он совсем не нужен идем аккуратно медленно на часах 1547 подошли к водоемам который вот на пути к малой лице нам встречался на часах 17 часов 14 минут мы дошли до стартовой точки маршрута да можно на машине приехал но так как внутри парковались ниже мы еще идем дальше но кто будет сюда на машине приезжать вот примерно можете уже замерить по времени но обратно конечно конечно нашли быстрее гораздо пришли быстрее дальше идет совершенно легко ровно асфальтированная дорога ну и также хочу сказать что вода совершенно мне не потребовалось на обратный путь может бы не набирать я ни одного гладка не сделал еще одно интересное растение цветущие внимание привлекло так для себя сохраняю буду смотреть искать что это на часах 1728 вернулись большой лица кафе примерно можете представление получить сколько при полностью пешеходном маршруте получается как у нас сегодня смотрите как выглядит смотровая половине шестого вечера все уехали уже спокойно можно подойти посмотреть на озеро солнышком освещённое солнце сзади фотографировать удобнее шикарно никакого столпотворения также много катамаранов прогуливаются люди очень большое здесь разнообразие в плане кафе лавки всевозможные финиры и так далее ну что могу сказать маршруте до малой рицы это нелегкий фитнес то есть все таки нюансы есть то есть некая физическая подготовка или хотя бы хорошая физическая форма будет не лишней будет полегче конечно значит вот мы смотрим со смотровой на озеро рица большая рица вот гора значит вот скалы которые я показывал находясь вот на вершине практически этой горы то есть мы ее прошли и ушли за нее еще туда поэтому маршрут такой достаточно серьезно наверное какую-то категорию сложности можно даже ему присвоить остановка река Евшара очень мне нравится здесь останавливаться так что тут можно к реке подойти полазить по камням да по идее даже искупаться можно вот здесь потому что более-менее удобные места но сейчас река относительно полноводная вообще в августе обычно воды меньше можно спокойно искупаться при желании большом но вообще вот так холодок от реки идет давайте замерим тактильно температуры и в этом месте ну да вода холодную конечно это уже по типу наших удмуртских хребняков это уже закаливание будет тоже здесь интересно немного посидеть порелаксировать как я люблю говорить ну и народу как видите нет никого можно наедине с рекой побыть здесь делится на две части вот речка проток в прошлый раз я от этого не заметил а сейчас попалась на глаза давайте подойдем карабкаю сюда по камням до малой рициты прогулки мне не хватило вот здесь еще колени свои испытываю вода прозрачная попутно делаю фотографии все как всегда публикую в контакте прежде всего ну и в инстаграме тоже инстаграм я здесь реанимировал вообще говоря я его на клюшку уже закрывал было ну в свете последних событий но здесь в Абхазии он работает я решил немного оживить его хотя бы на время вот такая вот она река Ютшара холодная бурная характером интересно порассматривать и скалы здешние вот там второй ярус как будто бы там и деревья растут и лианы оттуда свисают выше еще скала и третий уже ярус тоже там лес умывался водой реки Ютшара такая холодная что даже руки сводит Львшарский каньон это место называется каменный мешок поставили его на обратный путь как видите тут уже не так много людей спокойно припарковались тут есть смотровая на нее по идее вход некоторое количество рублей стоит рублей двадцать наверно или тридцать здесь впечатление что как будто бы над головой смыкаются скалы такой эффект и доводилось мне рассказ слышать о том что великую утечественную войну вот это вот ущелье был каньон заминирован ну вроде как фашисты подступали все ближе и планировать что если слишком близко уже подойдут взорвать уже все тут чтоб они не прошли дальше ну вот полости в скалах я так понимаю что ну наибольшее это походит на то что рассказывали вот это здесь было ну динамит соответственно конечно изъяли взрывать не пришлось слава богу но следы эти остались ну а так вот подъем на скалу указано 30 рублей стоит можно пройти сюда там тоже фотографии поделать ну вот эти отверстия в скалах не знаю кто больше разбирается то есть это оно или не оно были ли сюда заложены заряды или это просто походит на то прокомментируйте пожалуйста есть и вообще правдива ли эта история лесенки здесь сделаны наверху небольшая площадка ограждение куча ленточек но все как обычно и вид отсюда такой вот вот это скалы не вылазят даже при панорамной съемке вон там вверх только вот вот за этими деревьями река юбшара также на обратный путь мы оставляли водопад девичьи слезы ну вот как видите с отвесной скалы стены стекают потоки множество потоков образуется налет специфичного монету даже заполкал ну и куча ленточек ну и чтоб было понятно этот водопад он достаточно протяженный не знаю какая длина но как видите тут в разных частях по разному поток себя проявляет где-то вот струйте где-то вот прям мини водопадик ручеек то есть это целая достаточно длинная стена такими потоками Узыбский храм-крепость это завершающая достопримечательность нашего сегодняшнего маршрута вот эти колонны строили в начале 20 века насколько я помню сколько я верно понимаю из частей из скажем так развалин храма остатков его ну предполагалось что здесь будет железнодорожный мост но его построили в другом месте чуть западнее вот ну мы поднимаемся по вот этим лестницам деревянным туда вверх чтобы посмотреть на сам храм на вершине горы он у нас вид с высоты внизу река обзыпь мост в начале маршрута в начале этого видео мы там прогуливались вот вот лестница мало нам мало малой риц и мы все еще имеем силы чтобы карабкаться вот по таким опа вид отсюда конечно тоже заслуживает отдельного внимания поселок здесь весь просматривается это ипподром я даже и не видел с этого ракурса не припоминаю так ну и тут вот река бзыпь уже недостаточно освещение смеркается пока мы тут ездим по экскурсиям по достопримечательным местам ну вот собственно храм крепость бзыпский так вот выглядит его развалины ну и отдельные участки возможно стены вон там даже наверху дерево какое-то выросло дианами все обвито плющом здесь вот тоже ну вот это конечно интересно все смотрится такие вот развалины растительность которая рядом или прямо на них произрастает дерево расположилось рядышком вид сверху в общем тут тоже интересно полазить видите тут арки сохранились вон тропинка туда уходит людям любопытно вот это все исследовать обойти вот так мимо проезжая этого всего не видно и кажется что ну подумаешь развалины какие-то тут на горе а вот когда сюда поближе поднимешься оказывается что достаточно интересное место ну зайдем собственно в сам храм внутрь переключу режим съемки чтобы больше в кадр попадало в кадр попадало в кадр попадало табличка взыбский храм памятник относится к типу крестовоку купольных храмов с тремя выступающими апсидами и тремя портиками характерными для построек эпохи абхазского царства весь храмовый комплекс стены башни крепости датируются десятом веком памятник охраняется государством вот такой вид отсюда ну что же на этом видео я буду завершать достаточно насыщенный был день весьма насыщенный собственно если хватило сил досмотреть видео до конца оно вам интересно пришлось по душе ставьте палец вверх оставляйте комментарии делитесь может быть своими рассказами о поездках в Абхазию с друзьями делитесь в социальных сетях ну и подписывайтесь на канал если еще этого не сделали с вами был Лев из Абхазии всего вам доброго